здравствуйте приветик представьтесь пожалуйста меня зовут александр юрьевич александр юрьевич расскажите пожалуйста о ваших достижениях я думаю что это в принципе всем я не хочу почему могу сказать как начинал свой бординг оу расскажите пожалуйста в россии как бы выкбордингом насколько мне так я представляю мы начали заниматься значит 97 98 год вообще до этого занимался водными лыжами в 90-х годах вот эти все передряги советским союзом и поменялась как-то молодежь стал больше интересовать сноуборд такие экстремальные виды спорта и нам просто сказали что мы не хотим водные лыжи мы хотим вейкборд вот и мы начали заниматься сначала за катером потому что лебедок не было только в бассейне таких на открытой воде еще и помине не было значит и 97 98 год это вот начали заниматься за катером впервые можно сказать в россии вы один из самых крутых тренеров это в принципе без лишней скромности можете кого-то назвать из ваших учеников которые добились тех или иных результатов ну в общем могу сказать но один из учеников кто у нас начал заниматься вообще с первых ногтей допустим никита мартиянов он был в прошлом году кстати пакет в парке расскажите пожалуйста в санкт-петербурге у вас есть кабель когда вас можно там застать и когда вы можете потренировать ребят санкт-петербурге да у нас есть свой век парк называется в экспорт токсова но у нас не кольцо у нас 33 реверса вот и летом конечно мы занимаемся от и до очереди у нас приличные рекламу давать не буду потому что работы хватает расскажите пожалуйста про сезон вы проводите лето преимущественно в питере а зимой вы куда-то уезжаете или вы также остаетесь в санкт-петербурге ну по традиции мы проводим значит традиционно два раза в год бэйк кэмп значит в экстуле кэмп это занимается верочка у нас организатор очень хороший по вейк паркам сейчас правда она увлеклась вейк серфом и проводит вейк кэмпы свои кэмпы в дубаях причем успешно постоянно stories вот это значит хипнотик вот так в основном я нахожусь питере что вы скажете молодому поколению которые только-только начинают свой путь в борде ну прежде всего надо любить этот вид спорта молодому поколению вот а если будет любой что все пойдет трюки легко ли они даются ваш любимый трюк трюки бывают трюки которые даются легко который бывает который сложно вот трюки с носков мне очень нравится крово моб 90210 сколько времени вам необходимо чтобы обучить человека который знает базу какую-то допустим тому же крово мобу ну значит это на первых на человека посмотреть что он делает и как и достаточно определиться можно надо смотреть короче говоря индивидуально не могу так сказать от физической формы все зависит физическая форма конечно это хорошо гимнастика если человек занимался акробатикой безусловно это очень сильно помогает батут а вы еще помимо вейкборда еще занимайтесь какими-либо спортом смысле гимнастикой батут чем-то увлекаетесь помимо вейка помимо вейка да нет в основном выбор почему все-таки вейкборд вы выбрали то есть вы изначально с детства там занимаетесь какими-то вид водными видами спорта вы рассказывали про водные лыжи да это все водные лыжи просто так получилось что начал заниматься водными лыжами и оттуда перетекло кого-то из настоящих вейкбордистов можете сейчас отметить кто хорошо делает свою работу кто это любит или на кого вы бы обратили внимание кто является такими рьяными представителями вейка на российской арене ну вот мне нравится коле волоков вот он у нас в семействе уже третий год практически и собственно мы очень довольны и счастлив вот сейчас прилетает малыш к нам а еще ребята из девочек ну вот дочка волги на маш машечка кстати тоже наша ею тоже очень сильно люблю расскажите пожалуйста еще а ребяток санкт-петербурге я знаю что кингвич очень классные не делают постоянные ивенты вы как-то переплетаетесь вместе делаете какие-то вещи вы тренируете там или вы только исключительно нет я только в экспорт оксо зимой когда кабель закрыт вы путешествуете много ну вообще у нас как бы в основном работа была в бассейне зимой сейчас там случились передряги там ремонт туда-сюда и пауза вот решил поехать вам что вы чувствовали когда вы первый раз взяли медаль свою зашли на подиум но приятно было послушать гимн россии вообще когда старты ну это нормальный человек каждый должен волноваться потому что должен выделяться адреналин который улучшает работу но надо все делать в меру чтобы не перегореть для этого есть свои секреты знаете маша когда на стартах она такая спокойная вот я хожу вокруг нее а просто очень сильно волнуюсь там вот рядом с коленькой куля тоже кстати волнуется вот машина спокойная как выработать вот это вот в себе то есть выучите как-то учеников сдерживать свои эмоции вперед для каждого свое кому-то на кого-то надо разозлить допустим злость очень помогает это как бы злость это считается вот против нервов против стресса лучший помощник вот если человека разозлить все он будет выступать хорошо а вы вообще во время тренировочного процесса кричите нет я добродушный тренер то есть людям не стоит бояться приходить да что есть тренера допустим кто-то с палкой стоит дреном да сделал у меня все на позитиве то есть это фа фан а есть какие-то разборы допустим как у волосинка или вы потом объясняете ошибки человека спокойно и он идет делает еще 105 нет разбора обязательно конечно сколько по времени занимает в среднем ваш кэмфу говорили что вы гипнотик съездите и собираетесь ли вы в пуке твоих парк привести ребят нет я я честно говоря организации парк эти не занимаясь кэмпов вот самой организации в качестве тренера у меня только приглашает как в качестве тренера вот а гипнотики мне там немного там порядка десяти дней а сейчас идет чемпионат ай-дабл-дабл-эф и от пуке твоих парк участвует двое ребят ариана бланек и михаил скажите пожалуйста вот эти вот ребята вот вы как тренер как оцениваете их я на самом деле так не знаю вот близко вот далатого я но я посмотрел у него достаточно приличные трюки вот за катером не могу не знаю как он катается потому что все таки есть разница а речку мы тоже очень сильно любим он прилетает у нас в декабре как правило зиму здесь проводит надеюсь у вас будет время с ним познакомиться я его так в принципе знаю шапошного на соревнованиях видел как он катает хорошо да здесь его папа находится кстати у нас будет два кикера которые делают ему папа папа делает да сейчас кстати в процессе вот эти кстати кикеры мне очень понравились очень хорошие спасибо большое это все спасибо юниту на самом деле расскажите пожалуйста про спонсоров у вас есть какие-то спонсоры или вы сто процентов себя поддерживаете сами и нет лично я не ну какие же у меня могут быть спонсоры мы сами занимаемся вот мой клуб у этой в экспорт окса он и есть спонсор то есть вы предоставляете перспективным ребятам катание а вы имеете ввиду для как для для кого спонсоры спонсоры для вас спонсоры для ребят молодых дарований то есть вы участвуете как-то на самом деле у нас этого вот нету вы молодцы спасибо большое спасибо большое скажите пожалуйста ребята которые приезжают на пхукет наверняка захотят познакомиться с вами когда они могут вас здесь найти и до какого числа вы с нами до 16 декабря один месяц супер ребят если что обращайтесь к нам я уже видел тут человек пять причем ребят которые катаются у нас в парке уже подходили были очень сильная возможность были очень сильно удивлены что я здесь нахожусь до подержать за руку легенду на самом деле я тоже была очень сильно удивлена и спасибо большое что вы согласились на все это мероприятие надеюсь что мы с вами еще не раз можем поработать вместе даже спасибо вам да пожалуйста